Временно исполняющий обязанности начальника отдела следственной части следственного управления УМВД России Паризанской области. Здравствуйте, Владислав. Конечно, в первую очередь хотелось бы поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Все мы знаем, что 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Так что с праздником вас! Спасибо большое. Наверное, работа полиции, вообще сотрудников органов внутренних дел для нас, простых жителей, всегда немножко не видна, немножко за кадром. И хотелось бы, чтобы сегодня вы нам рассказали о ней чуть подробнее. Ну, в частности, о вашей работе, может быть, о каких-то наиболее запоминающихся делах, которые вам попадались в последнее время. Ну, да, действительно, работа органов внутренних дел не совсем всегда бывает на виду. И очень часто она происходит в закрытых кабинетах, с бумагами, в судах, в прокуратурах. Хочется сказать, что следственным управлением в преддверии праздника, 7 ноября, было окончено большое уголовное дело, связанное с совершением ряда тяжких преступлений и особо тяжкого преступления, такого как создание преступного сообщества и совершение ряда мошенничеств в особо крупном размере в отношении 405 граждан 9 регионов Российской Федерации. Такое дело было расследовано силами следственной части, следственного управления, впервые, можно сказать, в Рязанской области за всю историю. И в настоящее время прокуратурой советского района подписано обвинительное заключение и направлено в суд. Ущерб по данному уголовному делу составляет более 140 миллионов рублей, который причинен гражданам и следственным управлением, и органам внутренних дел. Все было сделано для того, чтобы данные денежные средства были возвращены гражданам ввиду совершенного преступления. Владислав, а сколько Вы вообще уже в органах служите? В органах около 20 лет. Вот преступления, которые совершаются за эти 20 лет Вашей работы, каким-то образом меняется их количественный состав? Чего становится больше, чего меньше? И в последнее время какие преступления в нашем обществе, в нашем городе наиболее часто? Ну, сложно так сказать, какие именно конкретные преступления. Да, со временем преступники становятся более изощренные, более, можно сказать, выборочные. То есть они совершают преступления более серьезные, дерзкие. В связи с чем также и нам приходится, как сотрудникам органов внутренних дел, постоянно заниматься тем, чтобы повышать свою профессиональную подготовку. Приходится переквалифицироваться для определенной специфики. Потому что появляются такие новые преступления, связанные с компьютерной техникой, с финансовыми денежными оборотами. В связи с чем сложности возникают, но мы также постараемся их преодолевать. В последнее время очень часто совершается преступление против собственности, против личности граждан. Очень часто пользуются преступники доверчивостью граждан. Пользуются их доверием и обманывают их, при этом получая денежные средства незаконным путем. От чего страдают граждане и в целом общество и государство. Поэтому необходимо здесь не только сотрудникам внутренних дел, но также и гражданам быть осторожнее и внимательнее. И лучше лишний раз обратиться за консультацией правовой, либо непосредственно в органы внутренних дел, для того, чтобы выяснить какой-либо вопрос, если какие-то возникают вопросы по отношению к гражданам. Владислав, скажите, пожалуйста, а вот тогда, 20 лет назад, почему вы решили связать свою жизнь именно с органами внутренних дел? Как так случилось? Это была какая-то, может быть, детская мечта? Да, это была, на самом деле, мечта с детства, со школы, то есть выращенная на советских фильмах. Было желание навести порядок, добиться справедливости. А лучше, чем находясь на данной работе, в данной должности, это тяжело представить. В связи с чем, да, цель направлена была, поставлена цель была, поставлена цель для того, чтобы поступить в данное учебное заведение, специализированное, и дальше связать свою жизнь со службой органов внутренних дел. Скажите, а те ожидания, которые у вас были, не знаю, там, в детстве, в юношестве, перед тем, как вы планировали поступление, они оправдались? Отчасти, конечно, оправдались. Отчасти, конечно, романтика очень быстро ушла, и пришли будни ежедневной, кропотливой, может быть, не совсем динамичной работы, но чувство от того, что ты помогаешь людям, что ты стоишь на стороне добра и участвуешь в жизни государства, улучшая ее, это все равно остается на протяжении всей жизни, на протяжении всей службы. Вот вы, как человек, который 20 лет уже проработал в органах внутренних дел, Можете сказать, какими качествами в первую очередь должен обладать сотрудник полиции? В первую очередь это всегда поступать по совести, быть честным, добросовестно исполнять обязанности, отзывчиво и по-доброму относиться к людям, всегда стоять на страже закона. А вот те молодые ребята, которые сегодня приходят к вам работать, я не знаю, сталкиваетесь ли вы с ними в процессе своей деятельности, с вашей точки зрения, они понимают, что нужно обладать именно этими качествами? Они вообще понимают, в чем будет заключаться их работа? Довольны вы молодыми кадрами? Да, кадры, которые приходят, они видно в их глазах стремление, желание познать что-либо новое, желание как можно быстрее вникнуть в данную работу и также приносить пользу. Ну, естественно, молодые кадры, когда приходят, они сталкиваются с тем, что приходится и задерживаться вечерами на работе, может быть, порой и ночью так же работать, в выходные дни, как бы несмотря на свое личное время. Но здесь понимание приходит от того, что иначе нельзя, по-другому наша служба, она невозможна. В связи с этим люди, которые не идут, в первую очередь они должны понимать то, что трудности и лишения не будут, но их надо стойко переносить. Ну, может быть, вы поздравите своих коллег с праздником? Ну, что, хочется передать своим коллегам также здоровье, счастье, карьерного роста, поменьше сложных, трудных дел и также чтобы семейное счастье было всегда у вас в наличии, чтобы вы, приходя домой, могли отдохнуть, могли расслабиться, отвлечься от работы, для того, чтобы в будни потом продолжить свою деятельность. Действительно, ваша служба опасна и трудна, и мы желаем вам удачи. Спасибо. В ее прохождении, чтобы было поменьше сложных дел и побольше каких-то радостных моментов в работе. Спасибо большое. Ну, что же, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.